Помогите им. Меня зовут Марина Пас. Более 8 лет мой центр Back to Life представляет в Америке известную израильскую клинику Phoenix. Уникальная команда врачей, которым нет равных. Вместе мы победим зависимость. Въезд в Израиль открыт для лечения. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363. Интервест Юнайтед Иншуренс Брокеридж поздравляет всех с наступающими праздниками. Интервест Юнайтед Иншуренс предлагает самые дешевые страховки для амбулентных компаний, кар-сервисов и водителей Uber и Lyft. Сделайте себе подарок к праздникам с экономки на страховке. Обращайтесь к опытным агентам в Интервест Юнайтед Иншуренс Брокеридж. 718-645-00-01. 718-645-00-01. Праздники сближают всех нас. Так давайте своевременно получим вакцины и бустеры от COVID-19 и будем надевать маску в многолюдном помещении. Счастливых и здоровых праздников! Счастливых и здоровых праздников! Счастливых и здоровых праздников! Выбор морепродуктов, делегатесов, а также великолепной копченой рыбы. Балыка-ситра, севрюга, рыба-капитан, лосось, рыбец и многое другое. Магазин «Царь Кевиар». Доверьтесь хорошему вкусу. 2584 Кони Айленд Эвеню. 718-339-18-96. И так, друзья мои, у нас в гостях владелец магазина «Царь Кевиар». Олег, Олег, здравствуйте. Добрый день. Добрый, добрый. Спасибо, что приняли приглашение и пришли к нам. Вы знаете, мы решили быстрее немножечко. Обычно по средам встречаемся. Но сегодня у нас такой предпраздничный просто момент, поэтому мы торопимся. И я думаю, что и магазин «Царь Кевиар» торопится порадовать своих покупателей. Поэтому мы сегодня, друзья, пригласили Олега к нам, для того, чтобы дать вам больше времени перед праздниками. На раздумья, назовем его так. Какие раздумья? На покупке что-то думать. Олег, вот смотрите, почему мы решили это сделать, попросили вас прийти сегодня. Огромное количество смс-ок. Люди спрашивают, какое количество продуктов, на что могут быть цены. Мы сказали, что вы нам дали слово. Олег нам дали слово, что до 15-го он старается поддержать цены. Олег, давайте. До 15 января. А, да. Ну, праздники до 15-го. С 15-го декабря. С 15-го уйдете в отпуск на недельку, там уже и второй праздник. Ну что, давайте, Олег, рассказывайте. Мы сегодня начали, так сказать, тренировку, накрытие праздников столов. Ура. Да, вы знаете, у нас в студии, друзья, мы сейчас вам все покажем. Рыбная нарезка. Надо показать. Такая красота пока не разлетела. Сейчас мы покажем. Это колбасная. Это сырная нарезка. Я вот дотянулась. Это сырная. Вне очереди, может быть. Обычно начинаем с ее величества икры. Но про икру, вы знаете, говорить... Ну, вон она там сверху. Говорить это... Лучше попробовать. Это каспийская икра. Ох, какая прозрачная, нежная. Цвет великолепный, красивый, вкус. Мы на нее сделали скидку 30%, потому что она против калуги и другой икры намного дороже. Поэтому мы постарались максимально снизить цену, чтобы каждый мог купить. То есть икра. Дальше поехали. Черная мы обсудили, рассказали, что за икра. Вот красная здесь... Красная икра – это сегол. Это китовая икра, которая очень пользуется популярностью. Я бы сказал, она самая... Ходовая. Да, лучше именно по соли в первую очередь. У нее как бы процент соли, да, минимальный, да. И вы знаете, друзья мои, у нее есть она действительно очень крупное зерно. Это очень многие ее любят. Но в магазине Цель Кьюжи много есть красных и еще какая есть икра. Ну, Питер Бен, конечно, три вида. Прибыл в Зеленый Питер Бен. Все мы, кто хочет в Зеленый Питер Бен, приезжайте к нам. 500-граммовые упаковки. Очень удобно, кстати, друзья мои. Цена хорошая, наверное. Это китовая 500-граммовая и килограммовая горбуша есть. Так. Кроме того, есть икра XIP, Silver Bay. То есть XIP сказали, что ее делают теперь и килограммовые, и полкилограммовые, да? Ее, да, XIP 500 грамм делают и килограмм. Вот сегол никогда не делали 500 грамм. Да, да. Одни раз экспериментальный год был, не более того. Ну, и, конечно же, это Купер Ривер, это Вайл-Аляска. И, как бы, канадская 400-граммовая, которая, в общем-то, можно сказать, ее каждый год не хватает. Малое количество ее дают. Мы постарались закупить на весь сезон. Поэтому всех приглашаем. Приходите. Вы знаете, я хочу еще обратить ваше внимание. Не знаю, насколько хорошо видно, на что я показываю. Прекрасно, прекрасно видно. Вопрос еще вот в чем. Мы с вами говорим о том, какая икра есть в магазине «Царь Кивер». Ее огромное количество, мы всего перечислить не можем. Но я хочу обратить внимание наших пассажиров на то, что мы еще и с помощью Олега предлагаем вам то, как подать эту игру. Потому что... Оригинально, красиво, модно и вкусно. Главное – вкусно. Олег, с чем сегодня? Я смотрю, что немножечко по-другому ты сегодня подал. Икрасную, и черную. У нас есть девушка-вардо, которая очень умела, профессионально. Она делает блюдо красивое. И вот у нее сегодня фантазия так сработала. Как бы вот это... На крекерах. Да, на крекерах икра с крем-фреш. Потом сыр с крекером и оливки. Ну и как бы сырные нарезки. Сыр на сартошку. И форма, скажем, коры. Ну такая красивая подача на стол. Очень оригинальная, друзья. Смотрите, в качестве закусок вот таких для разгона. Или закуски. Для аппетита, да. Можно вот так. Олег, скажите, пожалуйста, ну вот икру же можно подавать. Вы уже несколько раз как-то экспериментировали. Очень вкусно она получается на перепелиных яичках, а черные яички, я говорю, и на огурчики. Просто попробуйте. Знаете, заодно это как-то украсит ваш праздничный стол. Как раз будут праздники, три больших праздника. Храновка, Рождество, Новый год. Друзья мои, просто воспользуйтесь. И свои праздники еще личные, персональные. Конечно, при рождении. Выйти к ребенку, очень большой праздник. Я как раз еду на пыти к ребенку. Как раз в магазин Цархивер нам помогает в этом. Давайте напомним, что есть два адреса. Это 2584 Кони Айленд Эвене УГУ-В и 271 Брайтон Пич Эвене. Там сегодня тоже открылся магазин Цархивера. Может быть, вы еще об этом не знали. Но это так. И поэтому, конечно, основной массовый стратегический запазы всего того, что вы обычно покупаете или собираетесь в пыти к ребенку, вы можете найти и на Кони Айленд, и на Брайтоне. Ты знаешь, хочу перебраться вот тут. Весной голову. Как? Весной. На веночке я возьму. Итак, друзья мои, смотрите. Мясная группа, которая есть в магазине, она тоже отличается от УПИК тем, что, в общем-то, она представлена такой, знаете, роскошная, красивая. Посмотрите, у нас на плату как раз два три вида мяса. Первая, это та самая келбаса, которой очень много. Это что-то новое? Мы микрофон поблизим немножко. Труфелями. Это утиные труфелями. Это утиные келбасы. Солями, да. С пелыми труфелями. С пелыми труфелями. Вот я думаю, что кто-то сейчас подумает, где соляны, где пупели. Ну, это... Ну, это... Если бы не Баявин специально для нас делает специально-то, ну, далее... Ну, это очень часто используется. Это в основном французской кухне бутинное мясо с пелфелями. Шапан, а здесь сделано, видите, с солями. Ну, и, конечно же, мясо вяленое, несколько видов, несколько сортов. Это мясо вяленое какое сегодня у нас? Это говядина. Это говядина. Ну, и вот смотрите, как красиво подать. Кребочками, да, аккуратненько, да, там нежненько, красиво. Как отделяет одно от другого, вы можете таким же образом подать. Любовь и алкоголик, как-то будет смотреться на огонь. Знаете, раз мы заговорили о мясной, мясном ассортименте, царь кивер, то мы можем сказать, что есть здесь мясные блюда, которых вы нигде не найдете. И вот вяленое мясо и колбаска – это только верхушка айсберга. Вяленое мясо – это дело в том, что в магазине является производителем. Потому что есть еще не только продавцом, но и производителем. Олег, что еще вы делаете сами, чего нет ни у кого? Ну, вот это вяленое мясо без говядины и свинины, там мы заказываем специально под нашу производство, делают довольствие. Ну и тушенку мы там делаем. Кстати, вот тушенка очень некая. И сучу. Я сучу. Тут же тушенка у вас 7 видов, да? Да. 7 видов, друзья мои, притом это не 7 разных банок, это действительно это разный вид. Это и коляльное мясо, и баранина, и говядина, утка, курица. Все есть, просто приходите, посмотрите, очень уникально. И у этой тушенки есть один большой вкус, она нежирная, очень вкусно сделана. Поверьте, если вы еще ее не взяли, вы ставите ее постоянно. Мы говорим, что в Киеве один из производителя, поэтому цена, естественно, у них первая цена, поэтому, ну, лучшего цену не найдете в городе. И ты знаешь, вот сейчас завершаю уже мясную страничку, какое еще, я знаю, что среди итальянских продуктов, на которых ты специализируешься, есть мясные какие-то акценты. И вообще, что еще в лесновом у вас есть? Вот я знаю, я помню, кролик у вас продается, правильно? Кролики, утки. Интересно, что у нас очень много видов колбасы итальянских. И простые колбасы, даже колбаса вареная простая. Носийские, да, все есть.